И мы с ним пошли. Сосом? Сосом, да. Идём, и я что-то влезла куда-то, уже дорога не дорога, там такая кровать засохшая. И идём по этой дороге. Он говорит, что-то мы так далеко идём. В общем, неизвестно, пришли и зашли. Тоже не знаю, как мы оттуда выбрались, я за тот не помню. Сейчас он стоял около галанки, такая печка, галанка. Капельная. И он сюда так держал руки, грел просто. И любил бы он очень груши. И в последний раз он съел грушу, она ему тут вот так встала, и начал рекать. И вот тогда первые эти приступы были, что я принял бы лучше. Рак, пищеводы. Рак, пищеводы. Я всё время говорила, вот это, что я немножко приступил шоу. Он был очень груш. Да. А одевала мама его, как красиво одевала. Летом он ходил в таком костюме, числыча назывался. Это китайский такой, какой-то шоу. Такой не белый, немножко кремоватый. Костюм такой. Шляпа. И палка. И тут такой набалдашный, серебряный социалак. Как? И когда мы с ним шли, с ним кланялись. Здравствуйте, доктор. Доктор. Да. А бабушка не ходила с вами? Ну, когда я... Я ходила больше с ним. Нам надо было ещё готовить, и надо было деньги заработать. Надо же было заработать деньги. Она была веществом. Ну, форнет. Форнет. Она ещё настолько не делала. Какой-то брач была. Любарская фамилия была. Я ей заказывала. Врач, зубной брач нам была. Полная была такая животная. Как это всё? Невские операции сделали, она всё не нарвала. Так она ей заказывала, она ей делала. Жёлтый сыр она маме делала. Представляете, сама? Как она это делала? Это сыр. Я ещё настолько не делала. И золотом она каргаловая. И массу мочи клин. Я была специалист по мастеру. Я такие красивые мастерские. Как это было? Как это было? Нет, уже папы не было. Один, еще один. Один. Она, значит, принимала заказы. Приезжали в Грузии, приезжали у нас в маркетинге. Они не грузы не приходили. Стояли над мамой. Они стояли, как она выдерживала этот морд. Ну вот. Ну, это жертвы. Ну, и она набирала баб руки. Они стояли, катались. С лодочками. Она стояла у печи. Потом у неё руки были вот такие красные. Тут пятна. Какой жары. Что она все время у печи стояла. Вынимала эти мастеры. Ой, какой жар. Такой жар. А потом, после всего этого, мы делали себе массу яичную. На самих яйцах. Ох, это было. Это было. Это было. Подружки приходили, обрызывали. Тоже получали. А когда была Патха ихней, в первое время я, значит, они мне давали это кусочком, это Патха какая была. А потом мама сказала, что, видите, плянчатые, она нам сделала эту Патху. Вставляешь? Как это называлось? Это Патха так называлась? Она Патха. Такая у гавы такая вот. Кулич, кулич. Кулич, ну правильно. Я не помню. Кулич, точно. Ох, какой там аромат. Он что-то нет. А потом там напротив была шерсть. Мы с девчонками с девчонками. Три ночи. Мы шли. И обходили такие патты. Надо было так обходить. Молиться. Отче нашим выезутся на медицин. Да воскресенье твое. Где ты? Я в даче забыла. Я в даче. Заходили туда в церковь. Заходили. А там такой запах необыкновенный. И прохладно. Хорошо. Этот священник очень. Но я уже все на небесные. И тогда были уже коммунисты? Еще коммунисты. Потом это всех посадили. А там сделали сцепали зерно. Вот это. Ну а пока нет еще, значит и вот он нам так и меня в том числе кухмазо. Геномель чем-то. Как кухмазо. Потом такой такой таблетку такую. Лешм-кодес. Потом а? Это губь а это его кроли. А потом мама пишет прям а ты хотела хотела с церковью у меня в Кольце тоже игрались друзья ходила Замиру нет это я а-а-а да было и до сих пор она была затоит от красивой церкви и она всё близко к моему дому От нашего дома был недалеко, мы туда ходили, а потом у меня была там подружка, она намного старше меня была, а ее отец был там в соломщиках, в соломщиках, это рейлер, где-то, который хором закладил там, в этом церкви, и потом инфидентная такая семья была, она была качественной мазовой мать, она кладила пять детей, там один мальчик только был, его звали в саду, а там Зоя и Нина, там такие-всякие, они все были, играли на пианина, но я к ним приходила, конечно, она моя подруга была, самая старшая, Нина, мы с ней дружили, и клялись в любви одна другая, и тогда одна другая замуж не были, мы должны в одно время замуж не быть, она была намного старше меня, потому что она меня научила там аккомпанировать на этом ферме, я так мечтала всегда, ну, когда я там была, и была возможность, я там играла, а когда приходила домой, у нас была старая, а старая была корыта, алюминиевая корыта, и вот я на этом корыте аккомпанировалась, и пела! Слух у меня был и хороший, это радио маленькое было, и по радио передавали все, все оперы, 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 помнила на память, я этим, два тем, с десятым дней не жила, ну, 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 вот так вот!